МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И то, чем учёные занимаются во нерабочее время, популяризация науки и доклад со своими товарищами мы назвали «Как ботаники могут помогать обществу». Прошу не воспринимать это как какой-то отчётный доклад. Нет, просто каждое из положений, о чем я буду говорить, мы проиллюстрировали текущей деятельностью для того, чтобы не быть голословными. Ну, собственно, многие учёные в различных обществах состоят, в профессиональных это и ботаническое, и минералогическое, и общество почвоведов и так далее, и так далее. Можно продолжать. И вот на примере русского ботанического общества я привёл тут некоторые задачи. В частности, это широкое содействие развития всех направлений фундаментальной поводу ботанической науки. Это пропаганда подлинно научных знаний в области ботаники, биологии в целом, внедрение теоретических и практических разработок в области ботаники охраны и рассветного мира, ну и сплочение общественности в обсуждении решений возможных проблем современности. И, собственно, мне кажется, что ботаники Мурманской области очень активно воплощают эти пункты в действии. Собственно, в этих четырёх пунктах есть та польза, которую могут оказывать ботаники обществу. Ну, безусловно, начнём с пропаганды научных знаний и просвещений. Силами, в том числе, да, членов ботанического общества поддерживаются и ведутся два лектория. Один из них — это лекторий под эгидой главы города Апатита. К сожалению, он уже некоторыми находится на карантине ввиду известных обстоятельств. И мы вот уже, начиная с осени, каждый раз продляем, переносим, точнее, срок его начала, возобновления. Но я вот надеюсь, что сейчас эта волна Микроновская схлынет, и всё-таки мы приступим к дальнейшей деятельности. Ну, будем надеяться. Второй лекторий — это край, в котором я живу. Он проходит раз в две недели по воскресеньям в библиотеке Гладиной с 2021 года в библиотеке на улице Зиновьева в связи с ремонтом Гладинки. И каждое третье воскресенье в областной научной библиотеке в Мурманске, но, опять же, с 2020 года, пока мы Мурманскую деятельность прекратили ввиду понятных причин. Вот пропаганда научных знаний, да, опять же. У нас есть вообще вот ассоциация научных обществ. Была очень хорошая традиция приглашать ведущих популяризаторов науки для чтения лекций, у нас побывал и Михаил Гельфант, и Михаил Кречмар, и очень полюбил сюда ездить. Алексей поездил со своими товарищами. И в 2021 году также он приехал по своим делам и прочитал лекцию по сравнению мозга мужского и женского. Лекция состоялась в Арктиклофте 20 июня. Также вот была лекция гостя в Мурманской области Василия Пажетного. Я думаю, что многие помнят и присутствовали на этой лекции о том, как функционирует детский дом для медвежат. Ну, безусловно, проведение экскурсии – очень важное направление вообще, потому что жители, оказывается, очень мало знают о своем городе, о своем регионе. И вот такие образовательные акции очень полюбились горожанам, но об этом больше расскажет Екатерина Копейна в своем докладе. Безусловно, члены общества участвуют в разных и других лекториях и различных мероприятиях. Вот здесь несколько приведено, в частности «Ночь на ух», в котором Кашкольский научный центр, Ченокольского научного центра составили основу программы, и в том числе члены других обществ, и минералогического общества, общества химиков, гидробиологического и так далее. Ну, вот очень интересный проект, который был проведен Кольским научным центром совместно с Ассоциацией гидов-проводников. С 28 июня по 9 июля состоялась оффлайн часть этой школы, школы гидов природного туризма. И члены ботанического общества, конечно, активно участвовали как преподаватели и делились, в частности, секретами ботанического мастерства при проведении экскурсии. Опять же, издание разных научно-популярных книг. У нас, к сожалению, сейчас довольно большой дефицит в этом. И я очень рад, что, в частности, члены ботанического общества участвуют в создании таких путеводителей. Я думаю, что у многих присутствующих уже эти книжки есть. Это путеводитель популярный Альпийскому ботаническому саду и путеводитель экологическая тропа, который вышел в самом конце 2021 года. Помимо научно-популярных книг, издаются и научные книги. Вот, в частности, здесь показываю каталог оранжерейных тропических растений, который вышел в 2020 году. Ну и книга, которая уже готовится. Я думаю, что в этом году всё-таки она будет завершена. Это такое очень знаковое издание для ботаников в Урмонской области «Рассивенное цветоводство». Как сказать, по документам это переиздание, но по факту это самостоятельное издание книги, которое как раз решает очень многие из задач в настоящих периодах ботанического общества. Безусловно, очень важная деятельность, которую надо делать, и мне кажется, что члены общества не очень много этому посвящают времени, хотя это важнейшая часть нашей работы популяризаторской. Это выступление в печати, в том числе и в федеральной печати, с различными статьями на разные темы. Вот здесь несколько примеров и по озеленению, и по истории, в частности, вот две статьи по истории ботанического сада, юбилейные статьи. Очень необычные формы, в частности, состоялся в августе 2021 года пленэр Хибина и Начи, когда художники работали на пленэре, и в том числе ботаники, биологи, геологи, экологи рассказывали о различных и показывали художникам различные необычные вещи, заставляли взглянуть на природу иначе, присмотреться к своим ногам, в смысле присмотреться к тому, что у них под ногами, то, что к чему надо наклониться, посмотреть в луку. И итогом стала большая выставка, которая работала в Арктикловке. Сейчас и в конце декабря, начале января работала в Ботаническом саду. Выставка произведений, написанных на этом примере. Ну, кроме того, интеллектуальные силы членов общества используются в разных больших мероприятиях. Вот здесь я привёл один слайд из отчёта о научно-садской работе Института проблем промышленной экологии Севера, где выполняется большой проект международный в рамках программы «Кулактик. Феномены арктической природы». И надо сказать, что члены не только ботанического общества, но и минералогического общества, а вот тут присутствует Григорий Ильин. Были привлечены интеллектуальные ресурсы, и я думаю, что в конце ивря выставка будет открыта для широкого круга посетителей. Я надеюсь. Ну, переходя от популяризации к второму пункту, это внедрение теоретических и практических разработок в области ботаники и охраны российского мира. Но здесь, мне кажется, такой довольно яркий пример — это создание особо охраняемых природных территорий. И после длительного перерыва, последнее ОКОТЭ было создано в 2017 году, вот в сентябре 2021 года был создан природный парк Териберка, который имеет цель не только охраны природы, но и развитие цивилизованного туризма. Ну, вот ещё один пример того же толка, только здесь не создаётся особо охраняемая природная территория, а происходит её реорганизация из заказника. Делают природный парк как раз для того, чтобы максимально учесть интересы туристов и охраны природы, и местного населения. Поэтому если мы посмотрим на нижний правый квадрат, то увидим, что довольно сложное зонирование, предусмотрим опять зон, но это как раз для того, чтобы учесть, в частности, богатые месторождения и водопроявления на левом рисунке, которые здесь присутствуют в Лавазерских горах. И надеюсь, что в конце этого года произойдёт подписание постановления о реорганизации и заказе. Кроме того, на основании различных научных исследований обосновывается создание новых памятников природы, в том числе в окрестностях города Кировска. Вот здесь показаны две территории. Это ущелье Скальное Южное Сквозное и Ровочище Городская щель, которые довольно близко к городу расположены, но при этом там обнаружено большое количество редких видов растений, которые, в общем, испытывают некоторую угрозу, а статус памятника природы даст для них шанс, что эти территории не будут существованы. И, собственно, место обитания этих видов. Ну, ещё очень важно, это эти работы лежат на перекрёстке между внедрением разработок и между популяризацией. Это вот создание системы навигации для отдельных ОПТ, то, чем занимается, в частности, Ольга Петрова. Был первый опыт на полуостровах рыбачьей средней была сделана система навигации, и потом эта работа была заказана для всех крупных особо охраняемых природных территорий, где довольно много туристов. Зачем это делается? Потому что очень часто особо охраняемая природная территория воспринимается как, ну, такая режимная зона, куда нельзя, и где стоят мужики с ружьями, и нарушителей ловят, и чуть ли не расстрелят. Вот как раз для показать, что можно находиться на этой территории, если соблюдать определённые правила и получать даже удовольствие, в частности, если вы находитесь на природных парках, которые, собственно, создаются для того, чтобы не только охранять природу, но и цивилизованно развивать туризм. Вот здесь некоторые примеры приведены. Ну и такой вот тоже пример. Здесь показан проект, концепт функционирования развития сети особо охраняемых природных территорий, которые сейчас проходят обсуждения. Собственно, ботаники, экологи довольно много сил этому посвятили для того, чтобы система особо охраняемых в крутых территориях была умная и революционировала, потому что нельзя находиться на положениях, на каких-то постулатах 80-х, 70-х, 80-х годов, находясь в 21 веке, и система должна быть динамичная, и она должна соответствовать тем вызовам, которые есть, в частности, увеличение туристического потока. Ну и традиционно ботаники выражают свою гражданскую позицию очень часто, пишут довольно большое количество писем по разным вопросам, в частности, вот здесь пример показан, письмо по состоянию зеленых насаждений города Кироска, где происходит, ну, так сказать, мягко говоря, странное развитие. Ну, и надо сказать, довольно часто получаем ответы, чаще всего это отписки, но тем не менее эта работа ведётся с разной степенью успешности. Ну и вот этот слайд, опять же, на перекрёстке разных пунктов, о которых я говорил, вот я его поместил в сплочение общественности, оброждение решения важнейших проблем современности, вот была написана вот такая полемическая статья «Косить и не косить траву в городах», которая была опубликована в газете 222. И это с одной стороны, то есть здесь как минимум две точки зрения может быть на этот вопрос. Некоторые считают, что не надо косить, как делают во многих прогрессивных городах, например, в Англии. Кто-то считает, что надо косить, и чтобы это были ухоженные газоны. Но этот выбор оставим каждому. С другой стороны, вот показана клумба, которая была разбита у Арктиклофта во дворе Президиума Кольского научного центра. И здесь, надо сказать, тут не только интеллектуальная помощь понадобилась, потому что идеи мы с вами все можем много рождать. А когда вот дошло… Ну, то есть небольшой пример. То есть обратились инициативные группы граждан о том, что хотят разбить клумбу. Ну, хорошо. Когда они рассказали, как они это видят, натаскать туда огромное количество камней, засыпать камнями и поставить чуть ли не вазу в центре, ну, с точки зрения биологии, экологии, это довольно варварский поступок, с учётом того, что мы живём в городе, где не такая бурная растительность. И ботаники, значит, Катеринцана Цветковская с сотрудниками разработали проект озеленения, и тут эта инициативная группа пропала. Но раз уж дело было сделано, поэтому пришлось заканчивать. Вот тут довольно большое количество и сотрудников Кольского научного центра, и из разных обществ, и обычные жители поучаствовали. Всё-таки клумба была доделана. Всё лето она радовала нас. Это солнце светило, да, клумб было в виде солнца. И надеюсь, что в следующем году мы также её посадим и разукрасим уже другими однолетниками и разукрасим другими цветами. Собственно, на этом я заканчиваю. Тут можно говорить много, но я хотел призвать учёных, моих коллег к тому, что все мы стоим в каких-то обществах, наша деятельность, мне кажется, очень важная. И в том числе она показывает, что учёные не сидят в башне слоновой кости, что они не делают только науки ради науки, а они приносят какую-то пользу. Спасибо. 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 Спасибо.